Как россияне встретили морозы Но это невозможно, с каждым годом все хуже и хуже Замерзаем! Замерзаем! И что на это скажет взрывный бачок Скобеева, яка передрекала все эти страхи те Европе Расторочительные немцы читают, что зимой их ждут blackout и запасаются альтернативными источниками света На кого покладает свои головные сподевания Кремль Поэтому, чтобы не потерять страну, мы должны сплотиться Больше пускай за молодежью все будет контролем Потому что сейчас от молодежи вся, знаете, такая угроза некоторая исходит И главное, что делается для того, чтобы втелить эти планы в жизнь Победы куются не только на поле брания Они куются начиная с детских садов и школ Льдовиковый период. Жить или умереть в России Ни, это не сиквел известного мультфильма Это фильм жахов про будь-непростых россиян Город Электросталь, восточная сторона Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах Электросталь замерзает, пользуемся отопительными приборами всевозможными В домах находиться невозможно Нафтогазовая держава Мы уже навіть втомилися повторювати данный факт, у який люди греются в мороз Біля вогнища, как у касты 12 месяцев Позвольте мне у костра вашего погреться Замерзаем! Тут, звичайно, варто згадати відео, яке ранее, ще в 22-м році, зробили на гроши Газпрому Зима будет большая Вот всклини-ка за рекой И далее все и с таким же вмирающим настроем Та ось тільки пророчими ці слова пісні виявилися не для европейців Зима будет долгою и холодной для самих россиян, адже Кремль так постарался за эти годы, что на людей уже и ничего не осталось Прикиньте, это не шахта, не какая-то пещера, это просто подъезд О, смотрите, классно, да? Тут надо еще пройти между ними Виглядало б все це дуже показковому, тільки ось россияни не в казку потрапили Смотрите, что делается Вот эти аварийные ситуации, они уже достали Мы либо здесь згорим, либо мы здесь перемерзнем Вы посмотрите, что делается Великие коммунальные аварии, это сейчас топ новина и проблемы одночасно Как червони кнопки, они вмикаются на карте всей России Комунальная катастрофа в России продолжается Накануне в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария Из-за чего жители двух районов остались без тепла Ночью температура падает до 25 градусов мороза И это не локальное отключение двух будинків на районе Все дуже серьезно, навіть у рамках такой великой державы, як Рефия Крупная авария произошла и в Волгограде Без тепла оказались десятки тысяч человек По предварительным подсчетам, отопление отключили в 223 домах Жители которых уже жаловались на отключение перед Новым годом А это авария в Пензе Сегодня утром залило улицу Калинина Причиной стала утечка на участке водопровода Без воды остались три многоквартирных дома и 20 административных зданий По прогнозам, ночью температура падет до минус 28 Тарифы на тепло в России ростут, а качество с каждым годом все гірше С початком полномасштабной войны, которую развязал Кремль против Украины Статки только погрешились Адже деньги на благоустрой и плановый ремонт выделять уже не в приоритете А при обсягах крадежок, до которых на болотах Звыкли, отримывать все в належном состоянии просто неможливо Большая проблема в Новосибирске вот с этой даже конкретной аварией Даже не в том, что там порвалась одна труба из этого полгорода В той или иной форме пострадала А в том, что врали до последнего Рассказывали, что это маленькая авария Там буквально один микрорайон При этом сами же власти закрыли на небольшой период все больницы Левого берега Ну то есть нам, дело даже не в том, что трубы старые и все расползаются Но и в том, что врут на пропалую Варто зазначити, что бюджетные миллионы из многих российских мест Вырушают на відновление зруйнованных и захоплених Кремлем украинских территорий Тому и выходит, что все трещит и лопается по швах Это вопрос приоритетов государства У российского государства сейчас в приоритете вовсе не ремонт Или обновление витчающих коммунальных сетей А разрушение инфраструктуры соседней страны На втором месте восстановление того, что сами же и разрушили на оккупированных территориях Тому расплачиваются массово по всей России лоптяноги своим здоровьем Та здоровьем своих детей Напевно, не все и переживут эту холодную зиму, как-то кажут Из песни слів не выкинешь В Подмосковье при минус 25 градусах без тепла остался Климовск Город в составе Подольского городского округа Причем власти региона узнали об этом только через сутки И тут же ввели режим чрезвычайной ситуации Не до страны надзвычайных ситуаций, которые они сами и створяют для своего любимого народа Точнее, настоящих терпел Владимир Владимирович совсем справится Дай Бог ему здоровья Вот это самое главное Такого руководителя у нас еще давно не было Звичайно, не было Бункерный, как чахлик, невмирущий, тримается за владой десятилеттями И новые выборы царятому подтверждение Путин не собирается отдавать владу в другие руки Умный, хороший человек Так, и самая эта розумная и добрая людина Робить все, аби від цієї країни та их граждан залишилася якась подоба людей та країни Я, ты, он, она, мы огромная страна Здесь Родина и я под защитой земля Мы без влади, россиян, кадры Путин, Путин Хороший человек Скільки смутку в голосе цієї жінки, яка топить за путвара Тільки ось через це життя їй не стає кращим, а все також є нестерпным Але до президента претензій нуль Хоча іноді зустрічаються на вулицях Росії люди, які думають І які не бояться сказати правду навіть на камеру І вот моя пенсія за год, можна сказати, по ценам ополовінилась Вот к чему ведет это государство Пусть я хуже жива, но я ева натуральный хлеб А час хлеб нам пекут из фуражного зерна Ось найточніше визначення ставлення Путіна до народу Бункерний думає, що ніхто не розуміє, в якій Росії вони живуть і з яким президентом Коли він зупинит вирати, він казав, що він не буде переизбиратися Однак, він сказав, якщо попросить народ, але народ ще не просив А він вже об'явив, що буде переизбиратися Він говорив, що він не допустить повищення пенсіонного визнаця Однак, визнаць повищився Йде сплошне розорення, обман, насилення Так, все саме в такому порядку Бабуся справедливо і головне мудро оцінила ситуацію з висоти прожитих років А поки Путін розорює країну, обманює та відправляє тисячі росіян помирати на війну з Україною Його посіпаки продовжують зомбувати дітей та збирати нове військо Среди учеников 17-й майкопської школи більше 200 дітей-учасників СВО А 12 сьогоднішніх кандидатів на вступлення в ряди юнармії І спортсмени, займаючіся в спортивному клубі «Тайквондо» і «Бойових іскусств» імені Саркисова На церемонії вони клянуться бути чесними, следувати традиціям доблісті, отваги, товарської взаємовиручки Всігда бути защитниками слабих Служу в Росії Служу в Росії Вдумайтеся, лише в одній школі 200 дітей залишились без батьків І тепер теж хочуть піти стопами вбивць, вступивши до лав юнармії Звичайно, готові надати, тим більше, що разнарядочка спущена із самих верхів Ще раз хочу підчеркнути, що наші побіду куються не тільки на полі брання Вони куються починаю з дітських садів і школ Вони куються в наших молодежних якихось групах, де люди молоді розмисляють о країні, о майбутньому, о своїй собственій житті Цим і зайнялися хлопці Ось подивіться, у підмосков'ї п'ятикласників на уроці так званої мужності змусили грати у військовий шпиталь Із закривавленими манекенами та відірваними кінцівками У ході інтерактиву діти приміряли медичні халати, подивилися на манекени-трупи Та ознайомились із роботою військових хірургів під час Другої світової війни А у Великому Новгороді для четверокласників провели урок зі стрільби з пістолета Макарова Заняття для дітей провів керівник місцевої організації ветеранів бойове братство І потім, звичайно ж, після такого насиченого шкільного життя з нього виходять схиблені ура-патріоти Готові йти на забій при першому заклику батьківщини, а точніше Кремля Придателі дуже багато надзору всіляти, контрразведовувальні действи Нужно проводити в відношені дітей, дітей, подростков, молодих людей Необходимо, щоб наші власні за цим укрепили свій надзор, диверсії, предательства Вони ж з малого йдуть, вон у нас в школах в некоторых учителя, например, Тоже иногда можуть продвігати свої якісь крайне ліберальні взгляды, Которые негативно сказываються на образований дітей Діти вон думають, що власть, че власть, нахрена на така власть нужна? Поэтому, дабы не потерять страну, ми должны сплотиться Після таких слів, навіть бункерний, напевно, розплакався б Ось це справжня заводська Russian Style перепрошивка Больше пускай за молодежью все будет контролем Потому что сейчас от молодежи вся, знаете, такая угроза некоторая исходит Что в интернеті, например, пишут Это все может фигня, кажется, что интернет ни на что не влияет Как не впливает? Роботу Мизулиною молодшую зницінювати на володах не варто Вона тут стоїть на варті всього интернету и дотримуется моралі Да, конечно Больше с этим необходимо бороться Да, может это звучит как-то, я не знаю, диктатура, вот это все Но раз уж мы решились на такой шаг, как спецоперация То надо поддерживать не только внешний уровень ее, а и внутренний Золотые слова И пока влада борется с интернетом, а не с реальными проблемами, что просто захлеснули Россию Школяри в Татарстане на уроках праці та після школы випилюють милиці для безногих вояк, які повернулися з ганебної війни Шлифовка – это уже последний этап изготовления такого нужного для госпиталя предмета костылей Их в этом году начали делать ученики Алслободской школы на уроках технологии Всего ребята уже отправили в госпиталь около 40 пар костылей и тростей На сборку уходит около 20 минут, всего же на изготовлении изделия 2 часа Занимаются дети после уроков или по вечерам, чтобы шум станков не мешал учебе Школьники каждой паре костылей прикрепляют специальные таблички с пожеланиями от жителей своего поселения Цікаво, о цему рашистскому недовоенному тоже сделали другую руку на уроке технологии Что-то трудовик не дуже старался, если честно Здорово, бойцы, вот такую шпагу делают бесплатно Просто бесполезная пластмассовая херня Звичайно, своя краща была, но и не нужно было на войну в чужу страну идти Управление вот этими веревочками, чтобы он сгибался и работала вот эта кисть Но дальше еще интереснее, выявляется, и тут бункер не кинув на бабки Как я понял, короче, деньги выделяются, но ты их не получишь, если ты откажешься от протезов Если у кого-то, может быть, получится, я бы, в принципе, отказался Где-то на все протезы где-то 1400 выделяются Я бы взял деньгами, чем вот эту херню Оп, снять еще более-менее А как его одевать, это просто шило А куртку потом одевать, это вообще нереально, парни Вот такую вот нам дают продукцию Но яка краяна, така и продукция Ані протезы не умеют робить, ані автомобили Он, навіть сам Песков, зазнается, что хваленое импортозамещение пішло не тим шляхом Наш водитель, он рассказывал, что я сам напильником его совершенствовал, сам докручивал и так далее Руль работает плохо, коробка работает плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный Но пока Россия замерзает, Путин вперше еде на Чукотку и дивится, как там ростут огерочки Ось ця технология, прям целые теплицы побудовали для розсады, аж не любоватись не могут Вот видите, он такой хороший, твердый огурчик, прям Да, и прям вот оно все вырастает, да Приличный помидор, а он твердый Привозной помидор, вы знаете, он идет как стеклянный Вот прям стеклянный, пока его довезут, пока его перемнут Вот, а базилик, базилик я всем даю просто нюхать Это волшебство просто Главное, потом людям показать, сколько эти помидоры и огурки тепличные стоят на Чукотке Помидоры 1600 рублей килограмм, рядом есть чуть подешевле 1150 Перец 1350 рублей цена за килограмм Фрукты смотрим, мандарины 1400, лимоны 1200 Но по официальной статистике средняя зарплата на Чукотке больше 100 тысяч рублей И как бы Пашка Зарубин не намагался скрасить все это зарплатою в 100 тысяч Но даже и на эти космические, за российскими мерками, деньги с семьей с такими ценами не особо прогодишь Принаймні в этом регионе Потому что у нас государство не для людей Так что пока одни только и могут что по телевизору смотреть, как бункерные мацы огурки и помидоры Инши замерзают у своих квартирах, чи того гірше, просто вмирают Слышал, у нас соседи умерли, они задохнулись угарным газом Дедушка и бабушка Да, потому что, ну, видимо, нечем, ну... Дедушка и бабушка задохнулись Да-да-да, обогреватели денег-то нет платить электричество И отапливались газом И все, нету денег Я сюда не захожу, в эту комнату Мы дверь тут закрыли, и все, тут как на улице А кто-то просто стреляется у тири, аби не идти на вину 23-ричный хлопец, после отримания повестки, застрелився в Москве В одному из столичных тирев И дело с концом, вот и все И навещо все это? Путин, как маньяк, спустригает за всеми муками, которые на себе зазнают россияни А потом на камеру с усмешкой обнимает детей сирид, батьки, которых загинули на войне Он хотел стать, как мой папа, Маконий Леонид, который погиб 27.12.2022 года на Украине При исполнении воинских обязанностей Так что? Так что? Как ты учишься? Ну... Нравится? Да А у тебя еще кто-то? Брать? Брат есть Брат? Брат? Сколько? Пять Чудовая реальность, якою россияни были не готовы заткнуться и тем больше противостоять ей И это что делать обычному человеку? Ждать каких-то времен, когда элиты внутри себя поссорятся и тогда возникнет возможность у людей обычных заявить о себе Вони будут тихо чекати кращих часов, сподіваючись, что до них доживут. Но это не точно Продолжение следует... Продолжение следует...